В начале недели мороз с температурой минус 27, в конце оттепель до плюс 3. Таким погодным качелем в Центральной России рады не все. По мнению врачей, метеочувствительной можно назвать половину всего населения планеты. Организм здорового человека быстро приспосабливается к изменениям, в отличие от людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Самыми метеочувствительными считаются люди пожилого возраста и гипертоники. Также к группе риска у нас относятся люди с заболеванием дыхательной системы, то есть с бронхиальной астмой, с бронхитами, люди с заболеванием суставов, сердца, а также аллергики. При резкой смене погоды люди испытывают слабость, мигрени, перепады давления, боли в суставах и мышцах, сонливость и утомляемость. Специального лечения или лекарства от метеочувствительности еще не придумали. Врачи дают рекомендации, как противостоять капризам природы. Необходимо укреплять наш иммунитет. В свою очередь людям с повышенным давлением, то есть гипертоникам, я рекомендую начинать день с прохладного душа. Обязательно желательно в эти дни не переедать. Людям с повышенным давлением стоит добавить в свой рацион продукты, богатые калием, уменьшить потребление соли, отказаться от алкоголя и кофе. Гипотоникам лучше начинать день с контрастного душа и крепкого чая. Больше гулять на улице, либо часто проветривать помещение. Для всех общая рекомендация, конечно, это здоровый сон. Как минимум 8 часов, но по сну таких ограничений нет. Чем больше мы спим, тем лучше. Также добавляем дыхательную гимнастику. Она есть в интернете. Можно посмотреть дыхательную гимнастику Стрельниковой, либо что-то простенькое. Можно начать с надувания воздушного шарика, что-нибудь такое. Плюс, конечно, это соблюдение режима труда и отдыха. Самостоятельно принимать лекарства вне основного лечения не стоит. План действий в случае ухудшения самочувствия врач подбирает индивидуально. Чаще всего на адаптацию к новым погодным условиям организму требуется 2-3 дня. После симптомы должны сойти на нет. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.